Братья и сестры, все, кто сегодня пришел в Дом молитвы, я бы хотел поздравить с наступающим праздником Рождества. Мы уже привыкли, когда мы с кем бы не встречались, и понимаем, что, может быть, не встретимся до Рождества, люди все время говорят Merry Christmas. И благословляют, и особенно те, которым дорог Христос, те, которые понимают, какую цену Он заплатил, чтобы прийти сюда, на эту землю. Поэтому сегодня это радостный праздник, знаете, и даже тогда, когда какое-то приходит уныние, может быть, по каким-то невзгодам, которые постигают нас даже в преддверии праздничных дней, хотелось бы сегодня, чтобы мы вместе с ангелами порадовались, вместе с теми, кому дорог Христос, родившийся, прославили Его. Поэтому перед молитвой нашей мне хотелось обратить наше внимание на место Священное Писание, которое уже было прочитано сегодня, это Луки 2 глава. Но только возьмем один короткий эпизод из этой главы и прочитаем, для того, чтобы маленько проосуждать. Это 2 глава с 8 стиха и по 14 включительно. В той стране были на поле пастухи, которые сторожили ночную стражу, содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господне осияла их, и боялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Я бы хотел сегодня обратить ваше внимание и свое, что это было первое рождественское богослужение. Оно уникально тем, что подобного ему не было раньше, но и после не было. Знаете, все исторические события, которые проходят на этой земле, они имеют свое начало. Знаете, они бывают серьезно продуманными, может быть, тщательно приготовленными и подготовленными. Если мы вспоминаем и берем из истории израильского народа, мы можем вспомнить подобный случай, когда Давид хотел построить храм Богу, потому что это была огромная нужда для народа израильского, потому что они хотели поклоняться Богу в храме. Но Давид не мог, потому что Бог сказал ему, что ты не построишь. И он начинает собирать все драгоценные камни, драгоценные материалы, то, что можно будет употребить в строительстве храма Господнего. И мы знаем, что Соломон, когда взялся, он не так. Он не вышел и не сказал, окей, ну что у нас там сегодня, какой подручный материал. Мы видим, насколько серьезно он подошел к этому вопросу, Соломон. Для того, чтобы строить храм Богу, в который приходить будет народ израильский, в который приходить будет с утешением, приносить жертвы, нужно было вложить очень ценное. И он рассылает своих гонцов, рассылает своих слуг для того, чтобы собрать самый лучший материал. Он заключает договора, то есть идет подготовка. И мы видим, что тогда, когда было все готово для того, чтобы строить, и храм строился семь лет. Была подготовка, приложены были все силы для того, чтобы сделать это величественное строение, молва о котором разнеслась по всему миру того времени. Царица Савская пришла послушать мудрость и посмотреть, как величественно все было устроено Соломоном. И у нее не было восторга, предела этому восторгу, то, что было сделано. То есть, одни события, которые мы начинаем здесь, на этой земле, в них прилагается наша человеческая мудрость, наша человеческая сила, возможности. Но, с другой стороны, мы видим другие уникальные события, которые исторически важны, они начинаются внезапно. Они начинаются, знаете, чудодейственно, как вот это событие, которое произошло на полях Вифлеема. И что удивительно, что его организатором не был человек. Ни одной доли человеческих усилий не было приложено для того, чтобы вот это служение божественное прошло в то время на земле израильской. В ней не принималось никакой мудрости. В ней не приложилась ни одна рука человеческая для того, чтобы украсить вот это торжество неба. Потому что в этом во всем участвовал Бог. И организатор всего этого события был Бог. Мы, люди, здесь делаем всякие мероприятия, собираем по какому-то торжеству, по какому-то событию. Мы назначаем время, приглашаем друзей своих, людей, близких, которые дороги нам, может быть, или по какому-то особому случаю. Мы собираем и мы устраиваем и говорим, такой-то день, такой-то час, в такое-то время, его будет начало. Но во всем этом мы видим здесь четко руку Божию. Потому что у Бога свои часы, у Бога свой календарь, по которому Он определяет время. И что интересно, апостол Павик Галатом в 4 главе, в 4 стихе, 4 стихом пишет, говорит, что «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Ненародного, который родился от жены и подчинился закону». Полнота времени. Мы не можем определить. Мы не можем определить время, мы не знаем божественных часов, мы не знаем божественного времени. У Бога каким-то образом Бог определяет полноту времени того, для того, чтобы явить Себя, явить славу Свою. И апостол Павел говорит, когда пришла эта полнота, когда настало это время, Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Что удивительно, как мы говорим, что организатором этого всего был Бог. И Бог определяет место. Потому что, когда мы смотрим на тех людей того времени с Востока, людей грамотных, людей, изучающих, может быть, светило, звезды, они увидели зажженную звезду, увидели новую планету, которая образовалась. И они пришли, они поняли, они вычислили. Но они идут в Иерусалим. Они идут туда, где должен родиться царь. Они идут туда, где по всем признакам должен родиться тот, который был обещанный в Израиле. И они приходят, и мы находим, что весь Иерусалим, Ирод, весь Иерусалим, вся знать, первосвященники, все встревожены были. Они были напуганы, что произошло. Потому что ничего подобного нет. И это, чем было уникально это богослужение, братья и сестры, то, что таких служений действительно не было в Писании. Не было подобных написанных о них. И чем оно уникально, это то, что Бог определяет свое время, назначенное время. Когда я прочитывал несколько раз, я думал, ну какую можно мысль взять отсюда? Удивительно то, что Бог определил время и определил его ночью. Тогда, когда весь мир спит. Тогда, когда полная тишина, глубокая ночь. Бог совершает вот это уникальное служение. Первое в истории всего человечества богослужение, на котором видно рука Божия. Когда мы просматриваем многие места священного Писания, исторические события, которые связаны с теми или иными людьми, мы видим, что Бог являлся им почему-то ночью. Иаков бежит от Исава, брата своего, к Лавану, ложится на ночь спать. Бог является, показывает лестницу ангелов, сходящих и нисходящих вверх и вниз. Мы находим слуга Елисея, который был в страхе в ранние утренние часы, когда увидел, что сирийский стан окружил город. И он говорил, увы, господин, что нам делать? А Елисей говорит, господи, покажи этому человеку, открой ему глаза. И он увидел огненные колесницы, вот в это утреннее время, что тех, которых с нами, их больше, чем тех, которые против нас. Мы видим того маленького Самуила в храме, когда ложится спать, а Бог говорит к нему, Самуил, 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 он обращается в ночи. Мы находим многие места священные в Писании, когда Бог говорит, что бодрствуйте, бодрствуйте, потому что мое время и моя полнота времени для каждого определена, потому что Бог поступает по своему времени. Притча о десяти девах, Господь говорит, бодрствуйте, потому что вы не знаете ни дня, ни часа, в которые придет жених, потому что нужно бодрствовать. Время. И что интересно, Бог определяет время, когда тишина, когда ничто не мешает, когда окружающая среда находится во сне. Второе, мы находим служителей. Это был ангел Господень, который явился пастухам в этой ночи. Я представляю, какой страх объял этих пастухов, когда на фоне черного неба, когда в этой тишине, в этой прохладе, может быть, ночной, является ангел, проповедник Божьей истины. И он говорит, ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь. Что удивительно, сразу же после этих слов является многочисленное воинство небесное. Я смотрел в других переводах, там везде не сказано об ангелах, я не знаю, но я думаю, что это ангелы, это воинство небесное, которое Бог приготовил для того, чтобы возвестить этому миру вот таким образом. Многочисленное, это не 100 человек, это не 200. Я представляю, что все небо озарилось, когда вот этот, может быть, миллионный хор ангелов, который наполнил всю атмосферу, как он напугал тех бедных пастухов, которые находились в этой тишине, как они были перепуганы, но Господь явил эту славу. Я думаю, что тогда, когда апостол Павел был восхищен до третьего неба, он слышал неизреченные слова, он слышал это пение, и он говорит, это невозможно было передать. Поэтому и у пастухов, я думаю, знаете, перехватило все внутри для того, чтобы как-то выразить это или что-то как-то усвоить. И ангелы провозгласили эти удивительные слова, которые написаны нам сегодня. «Слава Вышних Богу! На земле мир в человеках благоволение!» Что удивительно, что проповедником был ангел, и он был, я думаю, самым коротким проповедником, или тем проповедником, который говорил очень короткую проповедь. Самая короткая проповедь, наверное, была, которая была произнесена, но осталась во все века. Потому что он говорил о пророчестве, которое сбылось, о Мессии, он говорил, где находится Мессия, и он говорил, какого возраста он. То есть ангел в этих коротких словах сказал все для того, чтобы можно было понять, что Мессия родился в городе Давидовом по пророчеству, и он только что родился. Поэтому и было явлено это удивительное чудо. И что интересно, что он сказал, вот вам знак. Вот вам знак. Для мудрецов с Востока знака не было, и они шли к Ироду во дворец, потому что там должен быть родиться царь, потому что царь израильский должен родиться в палатах. Но ангел говорит, вам знак, он лежит в яслях, в пелинах. И теперь мы видим время, которое было. Это ночь. Проповедником был ангел, хористами были ангелы. И, конечно же, есть слушатели. И что удивительно, это не было для всего мира. Я удивляюсь, что Бог показывает такое величие и славу для всего, не знаю, большого количества людей, те, которые искренне жаждали этой встречи, которые, может быть, любили Господа, и по-особому воспринимали, и для них было открыто. И эти слова прозвучали для них. Слава Вышних Богу на земле мир и в человеках благоволение. Это была самая простая в то время и жаждущая Божьих истин аудитория. Вот такое было первое богослужение, которое мы видим на страницах Священного Писания. Оно было первое, и оно было величественное, и оно было чудное. Поэтому сегодня хотелось вместе со всеми теми, которые жаждут второй встречи с Господом, прославить Господа сегодня в наших молитвах, склониться и поблагодарить Его за воплощение Сына Божия на этой земле, для того, чтобы мы имели эту радость, этот мир. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.